Легендарный Остров Зыслав. Земля, которая стала символом мужества партизан и местного населения в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. С первых дней Великой Отечественной войны Остров Зыслав был центром партизанского движения Минской области. Здесь базировался Минский подпольный обком партии и штаб партизанского соединения Минской области под руководством Василия Ивановича Козлова. Василий Иванович Козлов в одной из своих радиограмм жаловался, что у партизан Минской области практически не осталось патронов и боеприпасов. Летчики с большой земли доставляли грузы партизанам, но очень часто случалось так, что эти грузы попадали в болото и партизаны ничего не получали. Эту проблему мог решить только аэродром. Начали искать площадку, которая бы подошла для создания аэродрома. Строительство аэродрома решили начать летом 1942 года. История его создания связана с именами Герасима Гальчени и Павла Анасенко. Герасим Гальчени – местный житель и партизан, который показал подходящее место среди болот для постройки аэродрома. А Павел Анасенко – военный лётчик, который стал главным консультантом строительства площадки. Остров Зыслов был выбран не случайно. Это была очень труднодоступная заболоченная местность. Река Ареса с высокими болотными берегами. Туда невозможно было дойти даже летом. Люди, пытавшиеся дойти, они сразу же попадали в глубокую топь и трясину. Для приёма самолётов с большой земли требовалось построить взлётно-посадочную полосу не менее полутора километров в длину и 800 метров в ширину. Для этого необходимо выкорчевать очень большое количество деревьев. Все задумались, кто же сможет помочь партизанам. И Василий Иванович Козлов решил обратиться к жителям окрестных деревень, чтобы те оказали ему помощь. Население откликнулось. Все от мала до велика. Мужчины, женщины, дети, старики вышли на работу уже на следующее утро. Стройка шла и днём, и ночью. Возвращаться в свои дома людям было некогда. Так на Зыслове стали появляться шалаши и землянки. Для того, чтобы обеспечить высокий темп работы, необходимо было проложить к аэродрому по болоту дорогу. Стали мастить гати. Использовали те же деревья, которые росли на этой площадке. По проложенной гати на Зыслов были доставлены подводы, лошади, необходимый инвентарь, инструменты. И главной силой, которая возводила Зысловский аэродром, конечно же, это были пожилые люди, женщины и дети. Павел Анасенко предполагал, что на строительство аэродрома уйдёт целый месяц. Но жители деревень смогли построить площадку для приёма самолётов всего за две недели. 22 сентября 1942 года на построенной партизанами площадке с нетерпением ждали первый самолёт с большой земли. Лететь на Зыслов можно было только ночью и только в плохие метеоусловия, чтобы вражеские войска не смогли обнаружить секретную площадку. Для полётов в партизанскую зону отбирались наиболее подготовленные лётчики. Ведь от каждого из них зависела не только доставка груза, но и тайна расположения партизанского аэродрома. Среди тех, кто совершал эти полёты, 14 лётчиков были впоследствии удостоены звания Героя Советского Союза. Этого звания был удостоен и Александр Иванович Груздин, пилот первым приземлившийся на Зысловский аэродром. Горели сигнальные костры, выставленные в форме конверта. Лётчик долго проверял их расположение и только затем решил пойти на посадку. Приземлившись, пилот не спешил покидать кабину Ли-2, а вдруг немцы. Он уже и раньше сбрасывал грузы партизанам Минского соединения, но это была первая долгожданная встреча вживую. В годы войны на территории Минского региона было более 20 мест для посадки самолётов. Однако партизанский аэродром в урочище Зыслов был способен принимать самые крупные самолёты с большим количеством грузов. Рейсов было совершено сюда более 150. Около 200 тонн различных грузов. Самолёты летали регулярно. Отсюда забирали тяжелораненых, детей, оставшихся без родителей. Отсюда в Москву осенью 1942 года с донесением о боевой деятельности партизан вылетел Василий Иванович Козлов и вернулся зимой 1943-го с первыми боевыми наградами, медалями и орденами для партизан. Можно только представить себе, как это поднимало настроение, боевой дух тех, кто находился и вёл неперывную боевую деятельность здесь, в партизанском лесу. Легендарный герой гражданской войны Василий Талаш вылетел с Исловского аэродрома в Москву, где выступил по радио с рассказом о том, как воюют белорусские партизаны, какие трудности они преодолевают и как готовы воевать до конца, освобождая свою землю от врагов. Аэродром действовал до самого освобождения Беларуси в 1944 году. Вражеской авиации так и не удалось подвергнуть его бомбардировке. С воздуха его заметить было практически невозможно. Зысловский аэродром был объектом особой важности. Его необходимо было беречь для того, чтобы его не бомбили истребители, которые регулярно совершали облёты партизанских территорий, партизанских зон, сбрасывали бомбы. Поэтому Зысловский аэродром тщательно маскировался. Была создана специальная бригада аэродромного обслуживания, которая именно этим занималась. От самолётов противника взлётно-посадочную полосу маскировали установленные на специальных салазках деревья и кустарники. Ожидая самолёт, их попросту убирали. Недалеко от этого места урочище Добрый был построен ложный аэродром, который постоянно был открыт и производил впечатление действующего аэродрома, куда немцы сбрасывали бомбы. А Зысловский аэродром оставался для них недосягаемым скрытым аэродромом. Ещё одной секретной базой любанских партизан была ближайшая к аэродрому деревня Старосек. Сегодня здесь сохранилось всего несколько дворов, а в годы войны она служила пристанищем для прибывших лётчиков и раненых бойцов. Между собой партизаны называли её деревня-аэропорт или деревня-госпиталь. Воздушный мост «Большая земля» остров Зыслов стал для партизан огромной поддержкой в их нелёгкой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Во многом благодаря патриотизму, храбрости и мужеству партизан-подпольщиков, тех, кого мы называем героей партизанского края, враг был повержен. Их подвиг во имя победы, во имя будущей жизни останется в памяти поколений навечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова